А вы в курсе, что господдержка малого бизнеса в этом году предусматривает выделение предпринимателям более 11 миллиардов рублей? Для поддержки малого бизнеса в Краснодарском крае работает целый ряд программ. Здравствуйте, это программа «В курсе», я Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края и в частности Сочи. И сегодня речь пойдет о поддержке малого бизнеса. Многие из программ государственной поддержки действуют уже на протяжении нескольких лет, но до сих пор не все бизнесмены знают, как ими воспользоваться. Рассказываем. Для получения финансирования существует несколько вариантов. Субсидия начинающим предпринимателям, субсидия от центра занятости, льготное кредитование и конкурсные программы. Теперь обо всем по порядку. Для владельцев компаний, действующих на рынке менее двух лет, предусмотрено финансирование по линии Министерства экономики и развития. Предприниматели, открывшие бизнес в сфере сельского хозяйства, занимающиеся народно-художественным промыслом, выпуском товаров, народного потребления, развивающие социальные или экспортно-ориентированные проекты, могут безвозмездно получить до 500 тысяч рублей. Повышенные шансы получить субсидию у обладателей социальных льгот, людей с ограниченными физическими возможностями, матерей или отцов, воспитывающих детей в одиночку, а также если в семье доход ниже прожиточного минимума. Деньги, естественно, просто так никто не даст. Они выделяются на конкурсной основе, условия и сроки оглашаются заранее. Полученные средства можно использовать исключительно на указанные цели. В случае нецелевых трат придется вернуть деньги государству. Второй вариант – это субсидия от центра занятости на безвозмездное финансирование, а это 59 тысяч 800 рублей, могут претендовать безработные россияне, планирующие открыть собственное дело. Сумма небольшая, но шансов получить деньги больше. Нет конкурсного отбора и жестких требований к составлению бизнес-плана. Важно подать заявку до момента регистрации в качестве ИП. Весомую поддержку малому бизнесу оказывают государственные конкурсные программы. Их реализацией занимается Фонд содействия инновациям – государственная организация, которая имеет представителей в разных регионах, в том числе и в Краснодарском крае. Субсидия не предусмотрена в случае производства алкоголя, в том числе слабого, табачной продукции при открытии страховой или банковской организации, а также если компания начала процедуру банкротства. В остальных сферах деятельности предприниматели могут претендовать на такой вид поддержки. Для этого нужно составить грамотный бизнес-план, обосновать сроки окупаемости проекта, его значимость и размеры предполагаемой прибыли. Подать заявку можно на сайте fasi.ru или в региональном представительстве организации. И если бизнес-план окажется интересным, начинающий бизнесмен может рассчитывать на грант, а это уже внушительные суммы – до 25 млн. рублей. Меры поддержки предпринимательства в нынешнем году предусматривают также финансовую поддержку при потребности в кредитовании. Получить займ на льготных условиях предприниматели могут несколькими способами. Первый – оформить кредит в банке, а затем получить субсидию в объеме процентной ставки. Второй метод – оформить на небольшой срок микрозайм на сумму от 10 до 100 тыс. рублей под ставку от 5 до 10% годовых. Но в этом случае необходимо финансовое обеспечение, оборудование, материальные активы или недвижимость. И третий путь – оформить льготный займ, обратившись за поручительством в гарантийный фонд. Лояльные условия предоставляются владельцам предприятий в сфере АПК, ставка по кредиту для них не более 5%. Остальное компенсирует Министерство сельского хозяйства. На сегодня в Краснодарском крае предпринимательством занимаются около 800 тыс. человек. Количество бизнесменов может увеличиться до миллиона. И во многом благодаря программам господдержки и реализации региональных проектов, направленных на поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. Так, например, о возможности получения кредита по льготным ставкам недавно узнала Яна Нардекова. Собственным делом Соченко занялась 7 лет назад. Сначала работала финансовым консультантом крупной международной компании, потом организовала центр социальной направленности, снимала детские художественные фильмы, а после решила заняться производством меда. Но не в одиночку. Для этого собрала единомышленников. Уже осень в природе, поэтому пчелы готовятся к зиме. Сегодня основные работы – это провести профилактику всех болезней, чтобы пчелы хорошо перезимовали. Ну что, первым делом надо распалить дымарь. Дым нужен, чтобы пчелы не сильно кидались. Это успокаивает их. Нам легче будет сегодня заглянуть в улики, посмотреть, насколько пчелы готовы к зимовке. Потому что от того, насколько они готовы к зимовке, будет зависеть их зимовка. Соответственно, и следующий год. Конечно, если пчелы погибнут, это очень большие вложения на покупку пасеки в следующем году. Поэтому нужно сделать все, чтобы пчелы хорошо зимовали. Ну вот здесь у нас на пасеке стоят улья. Пчелы, каждая пчела, она знает свой улей. И если сдвинуть, то она будет или убрать улей вообще, и поставить на его место пустой, или вообще ничего не будет, то пчела всегда будут возвращаться туда, где стоял улей. Она запоминает точно место расположения улья и возвращается в него. Трудности у пчел создаются при перевозке. Когда пчел перевезли на новое место, установили улья, соответственно, пчела, когда выходит, она опять же запоминает свое место и возвращается туда. Но увозить надо не меньше, чем на 5 километров. Потому что дальность полета пчелы, чтобы они не вернулись туда, откуда их увезли, надо увозить их подальше. Вот мы сейчас посмотрим, как пчела готова к зимовке. В этих ульях вот в таких... В этом году я их приобрел, а не зимовать у меня будут впервые. Ну, соответственно, видно вот, что пчелы... Здесь у меня новая порода пчел Бакфаст. Вот пластинки я им ложил. Ну, соответственно, пока здесь пчелы еще не собрались в кулуп. Видно, что есть мед вот на рамочках. Можно ближе увидеть, да. Ну, в принципе, пчела готова, здоровая. Видно, что нету больной пчелы. И они будут хорошо зимовать в этих ульях. Ну, и можно посмотреть, конечно, как пчелы собрались в деревянных ульях. Здесь эти улья более теплые, поэтому пчелы медленнее собираются в кулуп. А вот в тех ульях, которые похолодней, деревянные, они быстрее остывают, можно увидеть, что пчелы должны быстрее собираться в кулуп. Ну да, вот здесь мы видим, что пчела уже вся сбилась в кулуп для зимовки. Вот холстинка вся прополюсованная. Соответственно, у всех пчел стоят пластиночки. Мы устанавливаем для профилактики всех болезней. Вот пчелы готовы к зимовке. Пчеловодством Иван Курбацкий занимается почти 9 лет. Этот дачный участок арендует исключительно на зиму. Сейчас здесь 33 улья, а это 50 пчелосемей. Пасека кочевая. С наступлением весны Иван вывозит пчел в лес на акацию в первых числах июня в поселок Марьино на сборку каштана. Собирают эти труженицы и цветочный мед. Количество меда зависит от разных факторов – от сезона, здоровья пчел и качества их перезимовки. Производить мед в больших объемах пока невозможно. Изначально это было две семьи. Мы взяли чисто для себя. И когда понравилось это дело, мы стали потихонечку разводить семьи, делать отводочки. То есть мы развиваем самостоятельно пчел от тех, которые разводятся у нас ежегодно. Ну, конечно, немало вложений нужно в пасеку, чтобы она развивалась. Это постоянная покупка ульев. Вот этим ульям, вот это новенькие, те улья как раз им где-то порядка уже 8 лет. Их нужно ремонтировать, на следующий год менять. Я в этом году взял 8 ульев пеноуликов, которые впереди стоят. Это система корпусная. То есть вот это лежаки и корпусные. Они отличаются по содержаниям пчел. Ну и хотелось бы попробовать, как будут пчелы работать именно в лежаках. Вообще планирую я, чтобы пасека была мобильная. То есть не загружать, как это я делаю сегодня. Это, конечно, тяжело. И на следующий год планирую приобрести большой пчелоприцеп, чтобы улики были стационарные, чтобы было это легче в перевозке. Конечно, это дополнительные финансы. Это не тянет иногда пчеловод. Поэтому планы такие есть. Другая трудность, что пчелы часто погибают из-за разных болезней. Ну, слава богу, у нас с этим мы особо не сталкиваемся. Но есть проблема, что вот когда мы вывозим уже лесополосы, поля, это после каштана на цветок, бывает опрыскивают поля, и пчелы гибнут. Ну, опять же, мы с этим не сталкивались, но наши товарищи, да, многих гибли пчелы от этого, то есть у кочевых. Есть еще у нас разные продукты пчеловодства, такие как прополис мы собираем, маточное молочко, после делаем настойки из подмора пчелиного, очень целебные. Потом восковая моль, тоже очень хорошая настойка. Продукт жизнедеятельности восковой моли, из нее тоже хорошая настойка. То есть это все являются продукты пчеловодства, кроме меда. За 9 лет наработаны клиенты, то есть люди, которые постоянно берут. Причем здесь у нас много отдыхающих приезжает, они покупают. С реализацией как бы немного трудностей, но тем не менее все равно приходится что-то делать, чтобы мед реализовать, потому что пасека растет, меда добавляется, и, соответственно, нужно добавлять клиентуру. Хотел воспользоваться программой, есть такая господдержка именно сельского хозяйства, но пока не получилось. Там нужно, необходимо иметь свой участок под личное подсобное хозяйство. У меня такого нету, здесь участок дачный я арендую, то есть зимуют здесь пчелы, летом в сезон я их вывожу, и хозяева этого участка пользуются им полноценно. Здесь мои пчелы только зимой, поэтому это не мой участок. Для того, чтобы воспользоваться программой, нужен участок с категорией личное подсобное хозяйство. Есть еще много программ, я надеюсь, что на какую-нибудь мы выйдем, сможем воспользоваться ей, чтобы усовершенствовать работу пасеки, какие-то вложения больше сделать, чтобы быстрее развивалась пасека, потому что немало, порядка 100-150 тысяч в год уходит только на мелкие такие расходы. Там перевозки, профилактика, лечение пчел, содержание их, рамки, улья, плащина, многое такое, как бы выходит немалая сумма. А чтобы там приобрести еще прицеп, какие-то дополнительные расходы требуются немало денег. В связи с тем, что пасека увеличивается и, соответственно, будет увеличиваться и добыча меда пчелами, поэтому в этом деле помогают часто люди, которые берут оптом мед. Вот один из представителей таких сегодня с нами, это Яна. Они работают именно с закупкой оптом меда и уже реализуют его в розницу. То есть для пчеловодов, у которых огромные пасеки, которые смогли уже их развить, вот это очень хорошая поддержка, что им есть время больше заниматься пчелами, развитием пчел, чтобы не реализовывать продукцию в розницу. И в таком случае вот хорошо, что есть люди, которые помогают в этом деле. Производством меда Яна Нардекова занимается всего пару лет. Идея такого бизнеса родилась благодаря пристрастиям старшего сына, двукратного чемпиона мира по тайскому боксу. На соревнованиях он всегда берет с собой мед, потому что этот продукт, по мнению восходящей звезды Муай Тая, придает ему энергию и не увеличивает вес. По-настоящему полезным может быть только настоящий мед, ну и, конечно, сладости на его основе. Поэтому Яна решила использовать только натуральные местные ингредиенты – мед, орехи и сухофрукты. В этом деле очень важно найти порядочного человека. Человека, который искренне любит свое дело, который знает, как это делать, как… Потому что очень много первых возражений, которые я встречаю среди своих клиентов уже – откуда берете мед? Поэтому я говорю о том, что мы работаем с тем человеком, с которым уже несколько лет работаем, уверенные, да, о качестве меда на самом деле говорят наши клиенты, потому что я смело отправляю образцы нашей продукции в те места, где есть свои собственные лаборатории, и они проверяют уже, потом говорят о высоком, допустим, диастазном числе и так далее. Мы стали потихоньку этим заниматься, сначала просто фасовкой меда, ну, нам хотелось передать нечто большее, да, это не просто мед, а хотелось передать вот ту энергию, ту силу, ту силу гор, ту силу моря, ту силу солнца, которое впитывает наша продукция. Это мед, это орехи, это хурма, инжир, все то, что растет и впитывается природой. И нам хотелось это передать продукте, поэтому мы сделали, ну, по моему мнению, очень интересную вещь – это перетертый орех, это кусочки сухофрукта, хурму или инжир, замешанные в горном меде. И получилось очень вкусно. Мы работаем с кофейнями, мы работаем с магазинами, и мы работаем в розницу. Почему в кофейне? Потому что есть мини-формат, мини-баночка, 40 грамм, это здоровая замена булки. И также, почему с магазинами? Есть макси-формат, да, 220 грамм, где такая потребность есть в магазинах. И в розницу. В розницу обычно берут нефасованный вариант. Есть у нас еще другое направление – это корпоративные подарки. Корпоративные подарки, если говорить о Сочи, это все-таки больше сувенирная продукция, потому что люди, которые приезжают в Сочи, они хотят увезти с собой что-то со вкусом Сочи. Да, это хурма, инжир, горный мед, и вот как раз-таки вкус Сочи. Вот. И корпоративные подарки у нас совершенно разные. То есть от мини-баночек до таких подарков из кейсов. Наш подарочный набор, я знаю, из Сочи ребята возили и дарили губернатору Краснодарского края. Мэру города Кстова, это Нижегородская область, резиденту федерации тайского бокса Нижегородской области наши подарочные наборы вручались. Но для меня это такой очень хороший показатель, потому что ты понимаешь, что твой подарок, его не стыдно дарить, и людям это очень важно. В Сочи растет хурма, в Сочи растет фундук. Пчелы дают горный каштановый мед, так как это субтропический край, и как раз-таки дерево каштан, оно растет во влажных субтропиках. И для нас важно, допустим, пасека Ивана, она переездная, да, и он подкармливает зимой пчел с их же медом, то есть специально для этого откладывает мед. И что еще важно, наши близкие выращивают, у них орешник, которым они уже 30 лет ухаживают. Единственное, что они делают, это чистку орешника. Это не так легко, то есть это тяжелый труд. И вместе с тем мы понимаем, что нет смысла им чем-то опрыскивать или чем удобрять. В этом, ну, нет смысла. Орешник достаточно большой. Он, конечно, как и мед, он раз на раз не приходится. Дает то один результат, то другой. Но для нас это имеет огромное значение, что никто каштан опрыскивать не будет, никто не будет опрыскивать этот орешников, потому что в этом нет смысла и так далее. То есть мы стараемся найти именно таких людей, которые, пусть у них небольшое место, где они выращивают, или небольшое пчеловодство, но они будут заботиться о своей продукции. Хурма и фунду, которые есть в составе этой продукции, растут на высоте 580 метров над уровнем моря в горном поселке Сатес. За садом ухаживает фермер с 20-летним стажем Андрей Григорян. Ну что, какие целебные свойства фундука, значит, ну, в свежем виде, в свежем виде его, значит, нельзя много есть. Может повысится температура, может быть расстройство желудка. А самый такой момент, что после сбора идет сушка фундука, и уже в сухом виде раскалываешь орех и кушаешь хлеб, да. Вот. Это сила, это выносливость. В принципе, в комплексе с медом, это вообще, как бы, можно назвать, что это кавказская виагра на сегодняшний день. Если каждый день употреблять, скажем, пару ложек с утра этого фундука, перемешанного с медом, то считай, что получаешь энергию на весь день. А если это периодически, каждый месяц, как бы, по курсу 10-15 дней это употребление будет, то через год ты совсем почувствуешь себя другим человеком. Вот. И прилив энергии будет, и сила будет. Будешь себя очень-очень хорошо чувствовать. В комплексе у нас здесь своя пасека тоже есть. Вот. Фундук, мед. Люди к нам приезжают, особенно много людей в сезон приезжает к нам, что и за фундуком приезжают, и за медом. Уже многие знают. И на себе уже прочувствовали, что это такое. Кроме фундука у нас тут еще и персиковые сады, хурмовый сад, и яблони растут, гранаты растут, инжир, слива, чернослив. Ну, все, что можно было посадить, все, что тут у нас на Кавказе, какие плодовые деревья есть, здесь все на участке это посажено и выращивается. В своем производстве Яна Нардекова использует только два вида меда – каштановый и акации. А все потому, что этот мед не кристаллизируется и рассчитан на любой вкус. Каштановый терпкий, немного с горчинкой, а мед акации сладкий. На основе двух этих медов и создаются необычные и очень полезные ансамбли. В мед добавляют фундук или миндаль, инжир или хурму. Мед, когда льется, он образует горку. Видите, вот горка. Потом есть еще способы, когда ты на тарелочку кладешь мед, ну, вот буквально вот так, на блюдце, да, сверху наливаешь воды и нужно такими небольшими круговыми движениями сделать. Образуется соты, то есть мед сам рисует соты. С горячей водой это не пойдет? Нет, не с горячей, с холодной водой. Холодная или комнатная? Ну, комнатная температура. И, ну, самое удивительное то, что, да, на самом деле лучше покупать только у того человека, которого ты знаешь. Горно-каштановый мед имеет свойство не кристаллизироваться. Второе, это перетертый фундук. Вот его здесь видно, что он перетертый фундук. И третье, здесь кусочки инжира. Вот он, кусочки инжира мы добавляем. То есть даже, вот сколько он может стоять, например, в вашем меде? Его мед вообще имеет такое свойство, он стоит очень долго в чистом виде. Если мы туда добавляем орех, срок 12 месяцев. Ну, вот такой в баночке. Это когда она закрыта или уже когда открыта? Когда она закрыта, но на самом деле, если даже откроете и будете хранить без холодильника, абсолютно ничего с ним не будет. Мы используем два вида меда. Это горный каштан уже мед и мед акации. Почему именно эти два вида меда? Потому что они имеют свойство не кристаллизироваться. Горный каштановый мед имеет горьковатый привкус, да, такой терпкость даже можно сказать. А мед акации, он имеет сладковатый вкус и такой обволакивающий. И вы знаете, есть люди, которым нравится вот только горный каштановый мед, а есть люди, которые пробуют, говорят, нет, вот мед акации, он намного лучше. Вот, поэтому на основе этих двух медов мы добавляем фундук, либо миндаль. И вот, допустим, здесь инжир, здесь фурма, есть классика фундук, горный каштановый мед. Либо у нас есть вкус, это мед акации, это миндаль и корица молотый, имбирь молотый. Вот, так. Здорово, интересно прям. Давайте попробуем тогда все. Давайте. Помимо, ну, пробуйте, да. Как его правильно пробовать? Его вот можно с хлебом, с вами, не важно, да, или в таком виде, да? Я считаю, что лучше вот изначально попробовать, потому что это на самом деле готовый продукт, это здоровая изомелая булки. То есть вы сразу получаете такой энергетический микс, потому что орехи, они дают свое. Прям вот интересный вкус такой. Да, и все чувствуется. Вот этот вкус, инжир, фундук, горный каштановый мед, он нравится даже тем, кто мед не любит. Это я уже проверяла несколько раз. Идея объединить производителей местной продукции принесла пользу всем. Мелкие садоводы и пасечники не мучаются вопросом, куда сбывать товар, и не тратят время на продажу нескольких ведер кладов на ярмарке. Вместо этого все свое внимание отдают любимому делу. А сама Яна занята не только размышлением над рецептами, но и расширением рынка сбыта. О вкусе этой продукции уже говорят многие и покупают такие сладости не только для себя, но и в качестве сувенира из Сочи. Такой спрос заставляет уже задуматься об увеличении производства. Понимаешь, что вручную ты сделаешь маленький какой-то объем. Хочется это делать в больших объемах, и для этого нужны дополнительные средства. Не хочется, чтобы эти дополнительные средства были кредитами. Хочется все-таки, чтобы это была господдержка. И, соответственно, я сейчас стала искать, стала активно искать, какую господдержку дает наше государство. И понимаю, что... Ну, нахожу людей, которые этим уже воспользовались, спрашиваю на самом деле, как это происходит. Есть положительные отзывы. И мы также, да, планируем сейчас, просто смотрим, какой из инструментов нам подойдет в учетах нашего производства. Достаточно большая сумма, то есть государство дает до 5 миллионов на 3 года. Процентная ставка 6%. Я считаю, это отлично. Отличный процент, который можно... Ну, в итоге можно его все-таки отдать. Да, это небеснословные какие-то проценты, которые... Было бы это сложно. Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, стоит отметить, что в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» в этом году фонд микрофинансирования был направлен 1 миллиард рублей, уже освоен на больше 80%. А фонд развития бизнеса выдал свыше 100 поручительств, что позволило малому бизнесу привлечь 1,5 миллиарда рублей кредитов. Это все цифры, за которыми стоят люди, инициативные, терпеливые и очень любящие свою работу. А еще мечтающие, чтобы плоды их труда оценили во всем крае, даже за его пределами. На этом пока все. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова